добрый день уважаемые коллеги я надеюсь что меня хорошо видно и слышно поставьте пожалуйста плюсики в чат если все нормально и вы знаете я решил что сегодня я не буду вам повторять так часто повторяемые мной в самом начале информацию о том какие полезные ссылки у нас есть в директ академии я просто эту информацию повторю сейчас в чате вот так вот и надеюсь что все мы умеем читать и прочтем эту информацию и будем использовать по мере необходимости вот ну и я хотел бы тем не менее представить вам три вебинара как которые пройдут после нашего сегодняшнего вебинара вот они и их я немножко прокомментирую завтра да у нас произошли некоторые изменения не фатальные у нас некоторые вебинары были перенесены вот в частности вебинар сегодняшний вебинар 12 часовой алексея королькова был перенесен на завтра таким образом завтра в 12 часов по московскому времени состоится обещанный вебинар от руководителя компании веб-софт который называется курс лап онлайн разработка интерактивных электронных курсов с автоматической адаптацией под мобильные устройства проведет руководитель компании веб-софт веб-софт алексей корольков хочу сразу сказать что 29 числа намечался достаточно интересный вебинар особенно интересный в библиотечной среде вебинар должна была сделать ольга машкова из некрасовской библиотеки по электронным ресурсам публично для публичных библиотек этот вебинар обязательно состоится но по состоянию здоровья ольга просила перенести этот вебинар и он состоится 14 января сразу после наших праздников вот когда она я надеюсь с ней будет все хорошо вот 30 числа состоится вебинар павла слесарева руководителя компании dream study который называется решение dream study принципы целостности и бесшовности в онлайн доставке образовательного контента хочу отметить что так получилось а может быть достаточно удачно получилось что вот все эти три вебинара из области из одной и той же области из области платформ для онлайн обучения вот ну и наконец третье вебинара которым я хотел бы сказать это понедельник уже декабрь и любовь крышенинникова проведет вебинар который будет называться навигатор по глобальным образовательным платформам для преподавателя и автора хочу отметить что у любовь будет два вебинара один вот третьего то есть самом начале декабря второй самом конце декабря и будут они посвящены вот одному и тому же глобальным образовательным платформам первый вебинар глобальным а второй локальным и российским вот так что это такая диалогия будет со стороны любой украшенинниковой вот ну что ж у меня собственно все объявления я передаю слово нашему сегодняшнему спикеру марине анатольевне орешке орешка и наш сегодняшняя сегодняшняя тема библиотекарь журналист создаем электронные публикации марина прошу на связь добрый день дорогие слушатели если видно и все в порядке то я думаю можно начать наш сегодняшний вебинар посвящен он будет созданию электронных публикаций я сегодня постараюсь вам рассказать о том как можно делать электронные публикации в сети интернет какие можно для этого использовать ресурсы платформы инструменты и сервисы постаралась выбрать все самое необычное самое интересное простое с другой стороны и бесплатное с третьей стороны но посмотрим как у меня это получилось но не секрет что сейчас уже библиотеки совершенно спокойно и часто выходит в интернет рассказывает о своих возможностях продвигают литературные новинки обучают библиотечной тонкости информационной грамотности много сетевых проектов конкурсов сети интернет проводится и виртуальные представительства библиотек это уже воспринимается как совершенно нормальное обязательное явление кроме официальных сайтов библиотеки заводят и группы социальных сетях и аккаунты в твиттере в инстаграме каналы на youtube ну и библиотечные блоги ну по сути своей библиотекарь начинает приобретать новую для себя профессию журналиста он учится создавать разные электронные публикации рекламируя библиотеку или продвигая книги чтения либо организуя какие-то конкурсы либо еще что-то другое и первое что возникает первый вопрос который возникает когда вы только заходите в сеть интернет и хотите там создать какую-то электронную публикацию это где разместить ее какие платформы какие сервисы для этого использовать тут два варианта развития событий либо вы создаете разовые электронные публикации например публикуете свои презентации в сети интернет либо чтобы все находилось в одном месте создаете целое электронное представительство для себя либо для своей библиотеки чтобы там уже публиковать материалы на постоянной основе но самый простой вариант вернее даже нет не самый простой а самый первый который приходит на ум это создание своего сайта ну как правило у всех больших библиотек сейчас уже есть сайты но если у вас есть возможность поделиться и необходимость поделиться какими-то своими материалами разработками методическими создать может быть свою портфолио то хороший вариант это создать сайт может быть свой личный вам может быть и библиотечный за того чтобы размещать там интересные методические разработки например либо рассказывать о своих достижениях очень часто сайты создаются для каких-то проектов например какой-то конкурс провести либо мастер-класс организовать либо какой-то другой интересный проект для читателей для этого всего тоже можно создать сайт чтобы собрать там всю необходимую информацию для участников этого проекта или конкурса я выбрала три конструктора сайтов на мой взгляд которые позволяют сделать его быстро и просто давайте посмотрим попробовала все три но в таком порядке их расположила по степени привлекательности лично для меня виксы считается сейчас одним из самых популярных в мире конструкторов сайта и прежде всего ориентируется на новичков в сайтостроении на тех пользователей которые ни разу ничего подобного не создавали но которые хотели бы что-то создать яркое необычное и запоминающиеся для этого викс предлагает большое количество шаблонов здесь у несложный визуальный редактор который позволяет добавлять на ваш сайт необходимые вам элементы вот я как раз открыла список элементов которые можно добавить тут и галерея и графика и текстовые блоки видео встроенные объекты практически на сайт можно добавить любой контент как вы видите самое замечательное что редактор на русском языке и поэтому проблем не должно возникнуть языковых самое замечательное что признают все кто в нем работал в этом редакторе это шаблоны здесь действительно много они бесплатные считают что это по количеству шаблонов один из лучших конструкторов сайтов все шаблоны по тематике сгруппированы вот я например нашла вот такой вот который вывела на слайд это для создания как раз сайта по библиотечной тематике либо по книжной тематике вот книголюб он называется этот шаблон можете взять готовый а дальше там менять свое содержание на свое усмотрение либо можете попробовать создать что-то самостоятельно если возникнет желание единственный минус то что если вы на этом шаблоне уже сделали какой-то сайт то вы потом резко поменять оформление уже не сможете и просто создавать новый если вы хотите зато внутри этого шаблона вы можете собственно моделировать ситуацию как хотите можете менять цвета шрифт добавлять любые элементы и так далее вот я тут нашла несколько сайтов периодически вам ссылки буду в чат поставлять примеры библиотечных сайтов как раз созданные с помощью того или другого конструктора здесь из плюсов красивые эффекты есть геометрические формы есть так называемый эффект параллакса но я не технический работник сложно это изобразить но это что-то наподобие того что например текст какой-то объект на фоне текст двигается фон остается неподвижным такая красивая получается картинка при пролистывании сайта например есть анимация есть большин большое количество настроек изображений здесь даже такой мини photoshop имеется можно обрезать изображение редактировать кадрировать изменять масштаб накладывать эффекты фильтры и многое многое другое в общем здесь действительно много функционала вы можете добавить и какие-то виджеты разные компоненты на этот сайт в общем настроить его по своему вкусу это все бесплатно единственное в бесплатном тарифе у вас наверху сайта будет небольшая реклама этого сервиса этого конструктора что сайт создан на платформе викс а так в общем получаются красивые яркие интересные как сказать информационные продукты сайты в общем платформа для творческих людей я думаю вам понравится попробуйте может быть это вас заинтересует количество здесь сайтов не ограничено количество страниц внутри сайта тоже то есть вы можете совершенно свободно пользоваться что из минусов тут еще говорит кто в нем работал что не всегда индексируется поисковыми системами такие сайты не знаю я вот через google все-таки нашла несколько сайтов значит все таки это не совсем правда а так действительно интересный конструктор попробуйте ну еще один мимо которого просто нельзя пройти google сайт среди элементов сервисов google которые представлены в большом разнообразии вот встречается и конструктор для создания сайтов выбрала его потому что первый свой сайт я делала как раз на google вот один из сайтов в котором я принимала участие в качестве одного из авторов это как раз сайт проекта мы делали проект для юных журналистов создавали вместе с ними различные информационные ресурсы на тему школа будущего ну вот пример сайта сделали в google google сайт тоже бесплатный он вообще абсолютно минимальный по сравнению с fix-ом у него нет таких возможностей там анимация параллакс и чего-то такого красивенького здесь по минимуму но зато он очень быстрый шустрый вы сайт можете создать буквально там минут за 20 потому что здесь из шаблонов их всего немного всего 6 тем оформления но внутри каждой темы еще набор шрифтов можно выбрать здесь нет каких-то эффектов анимации параллакса и редактора изображений спецэффектов тоже нет что есть во первых плюс что это google сайт он всегда интегрирован с вашим аккаунтом google вам регистрироваться нигде не надо для этого дальше он и индексируется еще со всеми материалами которые у вас на google диске находятся документы календаре презентации вы все это можете использовать в своем сайте и на слайде я сейчас вывела список того что можно добавить на сайт как видите здесь большое количество различных элементов можно и карту и календарь и видео с youtube а добавить и различные google формы документы кроме того любые встроенные объекты по коду тоже сюда добавляются вы просто переносите нужный элемент мышью на свой сайт а дальше он уже автоматически подстраивается под ваш шаблон оформления в результате работает достаточно быстро просто здесь тоже все на русском языке еще большой плюс ну вообще все сервисы google ориентированы на совместную работу поэтому вы можете подключить сколько угодно авторов для создания этого сайта это удобно если например у вас сайт проект где много участников вы можете подключать их они могут самостоятельно работать создавать новые страницы сайта все бесплатно количество сайтов не ограниченных страницы тоже не ограничены единственный минус вы можете увидеть по ссылке ссылка получается достаточно длинная вот единственный может быть такой не очень красивый недостаток придется либо ее сокращать через сокращатели ссылок либо вот пользоваться таким вариантом для первоначального знакомства если вы только делаете первые шаги google сайт хороший вариант но и потом когда я уже google сайт освоила мне захотелось чего-нибудь новенького я решила попробовать конструктор тильда о нем сейчас много говорят и пишут наверняка вы слышали о нем ну вот у меня такой получился сайт а сейчас еще вторую ссылку я вам положу в чат это ссылка на отдельную страницу тоже созданную в тильде тильда позволяет создавать бесплатном аккаунте 50 мультимедийных страниц либо вы можете объединить в один сайт либо вы можете отдельными публикациями их публиковать отдельными страничками это русскоязычная платформа она тоже на русском языке работает по принципу модульного редактора вы выбираете шаблон либо делать работу с нуля а дальше добавляете просто модули мой список модулей очень большой заголовки текстовые блоки изображения галереи ключевые фразы прямая речь колонки меню список страниц и и многое другое можно сюда добавить бесплатном аккаунте можно добавлять тексты видео можно добавлять изображение и некоторые варианты оформления на при этом ключевую фразу прямая речь и так далее здесь большое количество шаблонов внутри каждого подраздела например если вы берете галерею то увидите что здесь галереи бывает несколько можно выводить по слайдово каждую картинку отдельно в галерее либо все вместе либо их как-то перелистывать то здесь большие возможности и самое замечательное извините пожалуйста и самое замечательное что в этом конструкторе все достаточно просто получается и адаптируется под мобильные устройства даже на мобильных устройствах сайт будет смотреться очень корректно вот чего нельзя сказать к сожалению о google сайтах они всегда корректно отображаются на мобильных устройствах сайт очень красивый конструктор очень красивый очень простой здесь практически любой элемент вы можете настроить под свой вкус даже между ручные интервалы расстояние между словами и и многое многое другое в общем попробуйте это интересно теперь недостатках сервису условно бесплатный бесплатно можно создать только один сайт либо 50 страниц а все остальное уже за дополнительную плату сейчас к сожалению исчезла такая возможность добавить строевые встраиваемые объекты по коду бесплатно сейчас эта функция платная поэтому к сожалению дополнительно кроме видео с youtube а мы ничего теперь бесплатно вставить не можем никаких то интерактивных полкатов не лент времени к сожалению не получается если у вас возникает необходимость создать вот именно такой вариант то можно попробовать использовать подписку платную она сейчас 750 рублей стоит на месяц вы можете создать свой сайт за месяц и сохранить его когда время подписки истекает платные блоки они остаются не исчезают просто вам нельзя редактировать будет уже вашу публикацию если вы хотя бы немножко измените отредактируете заново все платные блоки исчезнут поэтому вот можно пойти на такую хитрость если нет возможности проплачивать каждый месяц а так тильда очень современный очень стильный инструмент сейчас этим конструктором пользуются много кто и много как раз публикации создана с помощью этого конструктора вот как раз блоки и настройки как это выглядит внутри тильды вот с левой стороны как раз основные разделы более жирным шрифтом выделены те которые бесплатные у нас а дальше внутри каждого раздела вы настраиваете размеры высота вертикальное выравнивание многое многое другое это что касается сайтов на самом деле конструкторов для создания сайтов намного больше их более десятка я выбрала те которые мне показались более интересными но и в которых я сама попробовала работать чтобы было понятнее рассказывать о них теперь несколько слов о библиотечных блогах если сайты это все-таки официальные представительства и более они рассчитаны на официальную какую-то речь на официальные сообщения но они такие более формальные хорошо подходит например для организации мастер-классов для портфолио еще для каких-то таких более официальных нужд то вот бог это как раз неофициальное представительство библиотеки состоящий из отдельных сообщений которые идут в обратной хронологии такие сообщения называются посты и как правило считается что за каждым таким блогом стоит личность его автора по сути это такой более журналистский формат вы выступаете здесь в качестве журналиста в качестве издателя такой своей электронной газеты здесь больше возможности для творчества для самовыражения да и стиль написания постов в таком блоге он более неформальный но это и притягивает наверное читателей представитель из библиотек достаточно много блогов создана большое количество к сожалению не все сейчас благополучно работают я вам покажу несколько библиотечных блогов которые мне кажутся наиболее интересными давайте сначала посмотрим на конструктор если вы хотите создать библиотечный блог что можно попробовать самый известный один из самых известных конструкторов называется wordpress это конструктор не только создает блоге но и можно и сайт на его основе создать известная платформа на русском языке в режиме онлайн можно создать сайт блог настроить внутри навигацию опубликовать сообщение конечно же вот шаблон для сообщения выглядит таким образом как его на слайде изобразила здесь все несложно вы просто вписываете текст нужный момент нажимаете кнопку со знаком плюс добавить а дальше можете добавлять туда различные элементы фотографии встраиваемый объект гиперссылку можно закрепить какую-то ваш вашу любимую запись сделать ее главной как объявление на самом начале вашего блога закрепите и вверху можно устроить многоступенчатое меню как на сайте возможности здесь достаточно много есть например возможность запланированной публикации вы например можете создать сразу несколько сообщений ну например вы каждый день публикуете какое-нибудь сообщение связанное со знаменательной датой вы можете запланировать эти публикации заранее их написать за месяц например и запланировать публикацию в нужную дату после этого они автоматически у вас будут публиковаться в нужный момент хорошая функция для тех библиотек которые работают систематические какие-то публикации планирует хороший вариант ну покажу сразу примеры библиотечных блогов которые я нашла в сети парочку покажу один такой более серьезный второй менее больше неформальный посмотрите какой вариант вам нравится из этих больше ну и как это вообще выглядит если оценивать возможности то возможности здесь много хотя конструкторы условно бесплатные здесь не все шаблоны бесплатные бесплатно только 70 шаблонов остальное уже за деньги но даже этих возможностей хватит чтобы создать неплохой блок красивой симпатичной не самый простой здесь конструктор здесь придется немножко разобраться мы когда его осваивали тоже потратили немного времени но на русском языке есть обучающие материалы поэтому всегда можно ими воспользоваться хороший конструктор удобный для работы первые библиотечные блоги появлялись на платформе живой журнал life journal и сейчас он до настоящего времени работает функционирует эта платформа даже развивается и блогов очень много на этой платформе библиотечных создана сейчас опять вам ссылок несколько добавлю сразу чем привлекательна платформа тем что здесь особо не надо создавать дизайн блога если в вордпрессе например мы выбираем там шаблон настраиваем формат этого шаблона какие-то делаем дополнительные фишечки украшения для этого блога то здесь в life journal просто зарегистрировались просто выбрали какой-то вариант оформления и здесь не так уж и много после этого начинаете работать в отличие от всех других блога платформ life journal это одновременно и и блогерская платформа и социальная сеть здесь можно повести свой дневник либо создать целое сообщество и публиковаться от имени сообщества можете добавлять себе друзей из life journal а и следить за их публикациями то есть здесь два в одном и блок и лента новостей как в социальной сети не требуется здесь особых знаний для создания постов вверху новейший конструктор который стал очень простым здесь вы по иконкам легко догадайтесь что можно вставить кроме текста картинки изображения видео встроенные объекты и различные варианты что называется для обрезки изображения убрать для обрезки сообщений убрать подкат например то есть чтобы сообщение у вас не целиком отображался только частично а для тех кто хочет читать дальше нажимает на кнопочку и сообщение открывается целиком что здесь интересного здесь есть два варианта макета из которых выбирать то что вам надо есть бесплатные шаблоны оформления но они очень минималистичны поэтому вы свой первый блок можете создать буквально за считанные минуты два варианта редактора вверху простейший новейший внизу чуть посложнее он больше традиционный напоминает здесь мы вписываем название сообщений дальше форма для текста а внутрь текста уже вставляем различные встраиваемые объекты изображения и другие медиа необходимые элементы простой редакторы на русском языке и очень просто в нем работать даже специальных обучающих материалов наверное здесь не требуется ну а тут конструктор в котором мы создавали блок в котором он сейчас у нас работает называется блогер блогер это самое наверное одна из опять самых популярных блогерских платформ и большинство библиотечных блогов как раз созданы здесь ну так не для хвостовства просто для того чтобы показать как у нас это получилось вот ссылка на наш блог розоветров север созданный как раз на платформе блогер а платформа она действительно продвинутая во первых бесплатная во вторых на русском языке здесь большой функционал множество стандартных настроек и множество шаблонов из которых можно выбрать причем сейчас она развивается достаточно стремительно большое количество новых шаблонов появилась не только традиционные сообщения за сообщением как лента двигаются а есть еще шаблоны с динамическим просмотром где вы сразу целый список сообщений получаете на экран либо не сообщениями а картинками у вас на экране они отображаются в общем вариантов много и внутри каждого шаблона вы можете настроить по своему усмотрению все элементы правда придется повозиться сам конструктор позволяет создать блок минут за 20 он привязан к аккаунту google поэтому регистрироваться дополнительно не надо но уже внутри придется если вы хотите украсить и блок как-то по своему вкусу настроить шаблон то внутри уже придется побольше времени потратить добавить новые какие-то новые виджеты виджеты это дополнительные такие элементы они обычно на боковой панели справа или слева находятся например архив блога статистика посещений подписка для читателей самые популярные сообщения туда можно добавлять какие-то списки рейтинги все 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 бесплатно эти виджеты добавляются просто единственное что нужно немножко повозиться и разобраться с этим сам редактор выглядит вот как я на слайде его привела тему название сообщения дальше получаете форму в которую вписываете текст и добавляйте картинки можно любые встроенные объекты добавить видео с ютуба или с компьютера ну и немножко выделить подредактировать текст сделать его наклонным жирным курсивом выделить прямой речь кавычками красивенькими ну и собственно все дальше вы публикуете свое сообщение она у нас у вас блоге и отображается плюс этой системы блогер в том что вы можете подписаться на любые библиотечные блоги созданные на этой же платформе их отслеживать вашем личном кабинете будет такая вкладка называется список чтения внутри этой вкладке будут все блоги на которые вы подписаны и вы можете сразу следить за новостями любимых вами блогов но когда мы только создавали блок мы подписались у нас была большая подписка сейчас не все блоги работают из того что мне нравится пару ссылок вам представлю три ссылки первый блок просто библиоблог он так и называется это как раз библиотечный вариант здесь раз много информации по библиотечной работе календари знаменательных дат информация о формах мероприятия различная справочная информация для библиотекарей для новичков и не только для новичков всякие интересные находки из мира библиотечной практики в общем вот в этом блоге собрана достаточно большая коллекция рекомендую им воспользоваться если вы хотите узнать что-то креативное из мира библиотеки то можно почитать вот этот блок он мне тоже нравится называется он библиолаборатория или библиолабиринт как создатель блога его позиционирует кладовая библиотечного изюма здесь все самое новое все самое интересное из библиотечной практики много полезных материалов для работы можно тоже попробовать почитать и подписаться на этот блок ну и третья ссылка это блок нет только библиотеки но больше для души хотя для библиотечного дела тут тоже много интересной информации полезной интерале называется этот блок очень нравится стиль работы этих авторов но вообще очень приятно читать хорошие литературные тексты и полезной информации здесь же выкладывается буктрейлеры созданные авторами этого блога поэтому много полезного можно в нем найти вы наверняка если зададитесь целью можете найти другие библиотечные интересные блоги и на них подписаться и следить уже за развитием событий библиотечный блогик он затягивает стоит попробовать уже становиться невозможно на мой взгляд сейчас большую популярность приобрели микроблоги это вообще быстрые публикации вообще без особых навыков по работе в сети их даже и настраивать никак не надо эти блоги в одна из платформ сейчас получила популярность называется она medium это как раз платформа для создания микроблога здесь за регистрироваться и все после этого можно тут же делать первые сообщения никакого оформления ничего от вас не требуется просто регистрация а дальше получаете вот такой чистый лист и пишите название пишите какой-то текст нажимаете на значок плюсик и получаете возможность ставить фото видео встраиваемый объект новые разделы и совершенно несложно опубликоваться тут же в сети вы можете сделать одиночную публикацию и больше не возвращаться сюда а можете здесь постоянную вести публикации делиться с читателями микроблогинг еще плюс этого сервиса хотя он и не на русском языке и здесь возможность для коллективной работы в сервисе блогер тоже есть возможности в совместной деятельности вы можете подключать других авторов для работы здесь в медиуме немножко другая ситуация с авторы подключаются но они не могут редактировать сам текст а просто добавляют свои комментарии на полях когда вы создаете черновик своего сообщения вы подключаете других авторов и они могут прокомментировать то что они видят сбоку оставить так называемый private ноут нажать вот на такой знать замочек в облачке и оставить какой-то свой комментарий вы можете комментарии прислушаться что-то исправить своем сообщении и таким образом можно организовывать совместную работу по созданию сообщения сейчас эта платформа набирает популярность все больше и больше здесь сообщений появляются все чаще в сети они мелькают похожий сервис на русском языке история тоже предельно просто просто регистрируетесь и после этого получаете возможность писать в такое сообщение можно вставить текст фото видео можно карту добавить к сожалению встраиваемых объектов здесь не добавляется но есть возможность приглашать соавторов вы просто открываете свою публикацию для соавторства устанавливаете кто может к ней подключиться как соавтор а дальше совместную работу организуйте это еще проще чем medium потому что здесь все на русском языке а принцип работы примерно одинаковый белый лист бумаги на который вы добавляете нужный вам контент тоже очень просто и очень быстро платформа которая сейчас получила популярность вот буквально вот-вот что-то такое новенькое и неожиданное это платформа называется яндекс дзен изначально это был список реками такой рекомендательный сервис который рекомендовал разные публикации для тех у кого есть аккаунт на яндексе а вы сами можете стать одним из авторов этой платформа есть возможность здесь публиковать свои статьи редактор тоже абсолютно простой вы просто регистрируетесь заводите себе яндекс аккаунт и после этого получаете вот опять такое белое поле на которое можете добавить текст картинку либо любой встраиваемый объект видео карту ленту времени и многое многое другое единственное что здесь посты проходят еще модерацию и если по каким-то критериям не подходит ваш пост но критерии все прописаны когда только здесь регистрируетесь вам тут же расскажут о том какие посты не рекомендуется публиковать они могут быть удалены интересный жанр у яндекс дзена есть называется он нарратив вот такого я еще не видела ни на каких других платформах это жанр который как раз связан с мобильными устройствами это так называемые маленькие фотоистории что-то среднее между блогом и инстаграмом вы получаете вот такой вот шаблончик здесь можно 12 слайдов сделать и внутри этого шаблона вы добавляете тексты картинки и какие-то ссылки совершенно простые истории на 12 слайдов можно меньше которые можно просматривать на мобильных устройствах интересный формат работы можно например я уже сразу подумала как это может считателями использовать но например создать конкурс таких нарративов читательских каждый рассказал бы какую-нибудь мини историю либо наоборот библиотекари сами для своих читателей могут создавать такие маленькие истории которые удобно просматривать на мобильниках что будет с этой платформой пока непонятно она развивается просто гигантскими темпами сейчас уже здесь 10 миллионов пользователей разные прогнозы дают будет ли она дальше работать не будет но пока работает возможности есть можно попробовать себя и здесь в заключении подводя уже итог разговору о блогах еще несколько слов а то а вообще библиотечной журналистике в частности о блогерстве что делать чтобы твой блок читали читать конечно сразу не начнут это сто процентов чтобы наш блок раскрутить нам понадобилось более года наверное пока мы стали узнаваемыми пока нам стали читать оставлять комментарии вообще большой плюс блогов то что здесь всегда можно прокомментировать сообщения ваши читатели могут оставлять свои вопросы и предложения просто замечания какие-то эмоции высказывать добавлять дополнять это здорово получается обратная связь а чтобы заинтересовать читателя вот несколько составляющих успеха библиотечного блогера ну во первых заголовок считается что оптимально не более 65 знаков ну примерно 67 слов заголовки он должен быть не слишком длинным считается что 8 из 10 человек прочитают заголовок и только 2 из 10 будут читать дальше поэтому заголовок должен сразу привлечь свое внимание здесь можно и разные сюрпризы и вопросы задавать интригу какую-то большой популярностью сейчас пользуются посты какой-то практической направленности там с циферками в названии там например 10 сервисов для создания блога или что-то другой такой практическая это хорошо читается или там 20 самых лучших книг всех времен и народов ну в общем вот такие вот интересные заголовки они бросаются в глаза и вызывают интерес хорошее дело еще лид по-другому по-русски говоря это называется вступление слово лид взятой журналистики так называют вступительный абзац несколько предложений которые вводят нас в курс дела и дают представление о чем будет дальше статья считается что многие читатели просто прочитывают вступление и дальше уже решают читать им или нет лид может быть резюмирующим вы сразу можете изложить все кратко как новости а потом написать а теперь подробнее и дальше продолжить либо он может постепенно втягивать в чтение либо можно какой-нибудь эпизод рассказать связанные с ну чтобы заинтересовать читателей связанной с темой можете какую-нибудь интересную цитату подобрать это тоже все работает и играет конечно немаловажно как выглядят посты в блоге красиво аккуратно какой макет выбран какой шрифт удобно ли их читать что касается объема какой должен быть пост по длине тут каких-то универсальных рецептов нет даже длинные посты они читаются если написано интересно и увлекательно ну и наконец грамотность тоже немаловажная вещь для библиотечной журналистики я подобрала несколько сервисов которые позволяют отредактировать грамотный свой пост ссылки все рабочие если вы скачаете презентацию то все эти ссылки получите в самой презентации я буквально по паре слов скажу о каждом сервисе сервис орфограммка из названия понятно это сервис для проверки орфографии грамматики и пунктуации каждая найденная ошибка здесь сопровождается объяснением почему так нельзя другой сервис стоп слов нет это русскоязычный сервис который помогает сделать текст чистым и понятным убирает все слова лишние которые затрудняют понимание текста типограф это сервис для который оптически выравнивает текст сделает его красивым разрывы между словами убирает неверные типографские символы меняет например кавычки звездочки и и верхней кавычки елочки меняет местами ну и много других тонкости тоже помогает исправить readability это сервис для проверки читаемости вашего текста он дает оценку тексту в баллах как она для обычных читателей подходит или нет даже рекомендует для кого удобнее этот текст будет читать ну и орфус это целая система я думаю вы наверняка видели на каких-то сайтах есть такая подсказка если вы заметили ошибку нажмите control enter и дальше эти сведения отправятся автору поста так можно читать или приглашать к проверке орфографии пунктуации и вам будет приходить информация если найдены какие-то ошибки для этого просто сайт или блок подключайте к системе орфус ну и дальше все будет работать а вот мимо этого сервиса просто нельзя пройти мимо это наверное самый интересный на сегодняшний момент сервис главред он называется сервис для улучшения текста создан известным человеком максимом ильяховым разработчиком и преподавателем стиля который он именует как информационный стиль можно много спорить с ним возмущаться или наоборот радоваться то что вот он придумал такие вещи тут самое замечательное что можно редактировать свои текстовые фрагменты вы просто заводите кусочек текста вот в такое окошечко а дальше с правой стороны вам подсказывают что не так наводя на куски текста которые выделены красным вы получаете сбоку подробную информацию о том почему это не так по 10 байльной шкале ваш текст измерят и скажут на на какую оценку вы наработали вот этот вот текст я просто взяла с официального сайта библиотечного вот на 8 и 7 вытянул этот текст но вот красненьким выделены недочеты по мнению глафреда с ним можно соглашаться можно пропустить это мимо ушей но сервис интересный попробуйте посмотрите оцените свои тексты это что касается грамматики и всего остального если вы все таки пока не готовы замахнуться на блок на сайты на какие-то такие длинные проекты то можно себя попробовать в создании лонгридов лонгрид в переводе с английского это длинное чтение длинные сообщения в которых рассказываются интересные истории с разными подробностями сейчас очень популярный формат его еще называют snowfall откуда такое название snowfall а все пошло от статьи которая была несколько лет назад опубликована называлась она снегопад snowfall отсюда собственно и название этого формата вот эта статья вот так она выглядела это первый в мире лонгрид который был создан в 2012 году журнал new york times его написал по тем временам это было очень интересно это были большие фотографии пролистываемые это был интересный текст внутри помещены видео помогают попасть внутрь истории а рассказывала эта история о нескольких горнолыжниках погребенных под снегом из-за схода лавины в горах США эта публикация стала такой популярной более трех миллионов просмотров что после этого заговорили о новом жанре snowfall потом его правда в лонгрид переименовали но факт остается фактом это такие длинные мультимедиа истории которые рассказывают в интересных подробностях все самое интересное читателям и сейчас в этом жанре работают очень многие медиа журналисты мне например нравится вот понравился один из лонгридов назывался он день когда началась война сейчас ссылку вам отправлю очень интересно сделано видно что подошли с душой это лонгрид рассказывающий о 22 июня 1941 года с воспоминаниями очевидцев событий с закадровой музыкой с текстами с интересными фотографиями на весь экран это действительно очень красивая история получилась и очень интересно такое читать а вообще если интерес вот к таким лонгридам к цифровым историям вы можете обратиться на портал Арзамас культурологический проект и там найдете очень много интересных лонгридов и цифровых историй на все вкусы там есть целые курсы созданные из цифровых историй посвященные например разным писателям вот пару ссылок отправлю а вы уже сориентируетесь кроме того что самим посмотреть здесь еще много интересной информации которую можно на мероприятиях библиотеки использовать и самим для себя для самообразования тоже написано все очень интересно и волшебно ну вот вы решили создать лонгрид что сделать лонгриды почему их читают вообще потому что несмотря на то что там много текста все это выглядит очень красиво большие фотографии и видео они делают свое дело текст написан увлекательно вот все эти аудио видео карты схема они помогают проникнуть внутрь истории как бы там внутри все увидеть своими глазами обычно это какие-то необычные герои в центре событий ну и самое удобное что здесь не обязательно читать весь лонгрид вы можете просто посмотреть фотографии либо отдельными фрагментами изучить поэтому это очень интересный формат и пользуется популярностью у читателей действительно несколько сайтов несколько сервисов для создания простых лонгридов можно найти и сейчас в интернете понятно что такое красивое так как первый день войны вряд ли мы самостоятельно создадим своими силами но попробовать что-то подобное почему бы нет сервис more это сервис вообще для создания таких электронных флайеров но можно их использовать и для создания небольших да небольших лонгридов маленьких цифровых историй сюда можно добавить фотографии аудио видео ссылки и даже опросы к сожалению он сейчас монетизировался бесплатно можно создать только три цифровых истории вот так выглядит конструктор здесь хотя на английском языке но все понятно поблочная система вы просто выбираете шаблон а внутри шаблона добавляете блоки блоков тут как видите достаточно много тексты картинки аудио видео кнопки ссылки галереи с фотографией и можно даже форм это google формы опросы здесь можно проводить интересный и простой сервис если вы только делаете первые шаги можно в нем попробовать ну вот минус то что здесь не так много создается бесплатно цифровых историй еще один вариант чуть сложнее стампси это бесплатный сервис для создания красивых электронных публикаций действительно получается красиво сейчас ссылочку тоже вставлю не отображается ссылка должна работать может быть фильтр какой-то стоит вообще она рабочая ссылка стампси что о нем сказать неограниченное количество публикаций сервис бесплатный создаем обложку нашего будущего поста ну и потом приступаем к добавлению контента в историю сюда добавляются и тексты и фото и аудио и видео здесь все очень просто первый слайд обложка названия а дальше добавляете тексты и все остальные элементы которые считаете нужным каждой фотографии можно добавить еще дополнительно комментарии если хотите работать в сервисе просто быстро хотя и на английском языке но достаточно понятный единственный недостаток здесь текст нельзя редактировать то есть менять там шрифт его размер вот это не получится к сожалению а все остальное очень просто редактируется ну вот второй по сложности он у меня получился после смора май албом это сервис для создания не столько лонгридов сколько фотоистории если у вас есть красивые большие фотографии хорошего разрешения вы можете создать фотоисторию она будет очень красиво отображаться вот так например кроме фотографий текстов можно добавить в такую историю карту видео и различную справочную информацию например можно создавать так виртуальные путешествия вот я например по Кандалажскому заповеднику сделала такую маленькую мини экскурсию туда добавила туда фото и видео можно добавлять неограниченное количество элементов единственное что здесь можно только пять таких историй создать бесплатно готовую историю можно разместить у себя на сайте или в блоге получить на нее ссылку и делиться ей в социальных сетях хорошо подходит для виртуальных экскурсий по местам связанных с именем писателя ученого про достопримечательности города так можно рассказывать сервис не очень сложный есть обучающие материалы если вам понравилось можно попробовать вот так выглядит рабочее поле у этого сервиса я слева подписала все элементы которые добавляются просто выбираете нужный элемент и мышью его переносите в нужное место вашей фотоистории вот например я текстовый блок перенесла там внутри уже какой-то текст набран вы просто его стираете добавляете свой то же самое касается и карты убираете добавляете свою дальше вот эти вот последние два элемента скорости высота это если вы описываете какие-то географические объекты там высота над уровнем моря например а скорость это количество километров до этого места например ну и погода тоже касается гидро и метеорологических каких-то условий ну а все остальное здесь достаточно несложно еще один вариант тоже фотоистории но уже здесь больше можно текста добавить и возможности здесь побольше будет экспошоа красивый сервис для людей которые хотят сделать что-то интересное как дизайнеры но у которых нет возможностей и знаний дизайнера могут здесь себя реализовать бесплатно три цифровых истории можно добавить и в такой лунгрид добавляется много чего тексты фотографии ссылки можно карту добавить видео аудио и даже контент из социальных сетей по по коду и по ссылкам все это добавляется вот так выглядит рабочее поле здесь тоже блочная система вы получаете какую-то белую ленту а внутрь этой ленты выбираете нужный блок текст картинки последний блок это встраиваемые объекты и после этого с каждым блогом внутри вы можете работать менять текст редактировать его добавлять фотографии удалять то что вам не нужно и так далее готовую фотоисторию вы публикуете а дальше можно получить на нее ссылку распространять ее по ссылке либо даже встроить на сайт и в блок это тоже здесь возможно внутри этого сервиса story form в отличие от предыдущих сервисов story form он создает цифровые истории больше похожие на презентации которые нужно листать ну что-то такое среднее между текстом и презентацией здесь тоже все внимание на фотографии получается очень красиво все длинные такие слайды которые можно перелистывать работать несложно вы регистрируетесь а дальше указываете название ваше сообщение и добавляете либо текст либо фотографию либо видео либо встраиваемый объект по коду можно количество истории здесь не ограничено единственно только одну в месяц можно делать а все остальное без ограничений все картинки кликабельные если вы сейчас открыли эту презентацию по ссылке на любую картинку щелкаете она у вас растянется на весь экран единственный недостаток хотя сервис умный он тут же предлагает вам варианты оформления даже особенно задумываться нельзя вы вносите текст и вам тут же подсказывают какой шаблон выбрать для оформления но текст не всегда корректно отображается я так думаю что это связано с тем что он больше для английского языка адаптирован но кириллицу тоже поддерживает и можно работать и с русским шрифтом красивый вариант получается красивые фотографии и хочется их прокомментировать рассказать какую-то фотоисторию то можно попробовать этот сервис к сожалению он не вставляется ни на сайт ни в блог только ссылку можно получить остальной функционал уже с дополнительную плату еще один интересный сервис для создания мультимедиа страниц называется он readymac сервис позволяет создавать 10 мультимедийных страниц бесплатно можно их объединить в один проект и получится целый мультимедиа журнал вот например ссылку я вам положила по функционалу как видите здесь очень много возможностей можно и тексты и фото и видео и аудио добавлять дополнительно слайд шоу организовывать прямо внутри ничего дополнительно не делая встраиваемые объекты любые карты и даже опросы внутрь добавляются можно выбрать шаблон которых там несколько либо можно прямо с чистого листа работать из чистого листа это даже делается проще потому что возможностей больше появляется вот например так выглядит чистый лист напоминает нашу презентацию пустую а нажимаем плюс и получаем список того что можно добавить сюда кнопки встраиваем объекты карты информацию из социальных сетей тексты изображения видео и многое многое другое в дополнительных настройках здесь есть анимация объекты у вас могут появляться исчезать крутиться при нажатии как-то мигать и так далее вы можете заливать фон как считаете нужным иногда в качестве фона можно не только картинку использовать но даже и видео если звук снять то у вас такая видеоподложка может получиться по функциональным возможностям очень хороший сервис красивые получаются истории с помощью него но к сожалению вот ограниченность по количеству публикаций ну еще один сервис напоминает блоги тот же медиум например напоминает Атавист сервис тоже для создания цифровых историй и лонг ридов приятно что он на данный момент бесплатный и количество публикаций здесь не ограничено поэтому я в конец поставила как самое интересненькое здесь практически можно добавлять все что угодно аудио видео тексты ссылки фото карты и так далее есть большое количество шаблонов как в тильде правда здесь их не так много но зато они бесплатные встраиваемые объекты тоже бесплатно добавляются вы сами выбираете нужный вам модуль нужный шаблон а дальше уже внутри него творите выдумывайте пробуйте тексты можно редактировать фотографии как то оформлять и многое многое другое я ссылку вам положила не потому не с точки зрения информационной а просто с точки зрения возможностей здесь встроены практически все объекты которые только можно было встроить и ленты времени и фото и видео чтобы можно было посмотреть как все это выглядит в итоге вот такой получается цифровая история с помощью атовиста ну и в заключении буквально уже несколько слов расскажу о специальных сервисах ориентированных на создание контента для социальных сетей если блок пока может быть не по силам библиотеки то уж социальные сети наверняка многие из вас работают и знакомы с ними очень часто возникает необходимость создать специальные посты для социальных сетей вконтакте в фейсбуке на ютубе и оформить например канал на ютуб и чтобы не искать фотошоп или что-то самостоятельно придумывать есть сервисы которые помогают это сделать быстро за считанные минуты я вам назову несколько самый известный канва жив здоров до настоящего времени работает и развивается раньше канву упрекали в том что она не все шрифты кириллицей поддерживает это правда сейчас они немножко улучшили функционал стало больше русских шрифтов работать стало интереснее мы с помощью этого сервиса делали интересные картинки в разделы знаменательных дат ну вот пример на слайде сейчас а я вам презентацию послала в чат там просто несколько наших картинок которые мы сделали вы просто выбираете нужный вам шаблон а дальше добавляйте свой текст внутрь шрифтов стало русскоязычных больше много оформительских интересных вещей различные выноски оформления овальчики кружочки иконки все это очень красиво подложку вы можете менять можете загружать свои изображения для подложки здесь большое количество шаблонов правда они не все бесплатные бесплатные помечены значком фри но даже того что есть уже достаточно чтобы разные совершенно разные картинки делать здесь можно оформлять обложку для социальной группы вконтакте или на фейсбуке здесь можно просто отдельные картинки делать приглашения электронные публикации разных форматов даже меню для ресторана можно сверстать например если у вас мероприятие какая-нибудь литературная дегустация вы можете в канве сделать меню для этой дегустации там название книжек написать красиво и все это распечатать готовый вариант вы можете сразу публиковать у себя в социальных сетях сохранив на компьютер либо можете распечатать и вывесить как афишу например у себя в библиотеке возможности здесь достаточно много крелла похожий сервис и выигрывает он у канвы по количеству шрифтов хотя делает примерно все то же самое оформляет обложки делает посты для социальных сетей картинки разные оформляет красивые и по рабочему полю тоже похож я вам ссылку послала на анимированные посты вот это такая новая фишечка у канвы пока нет а вот у крелла уже есть анимированные посты берете какой-нибудь шаблон а дальше заполняйте его просто своим материалом вот я такую маленькую открыточку сделала анимированную правда анимированных бесплатных шаблонов здесь немного но можно поэкспериментировать может быть вам понравится а по функциональным возможностям все примерно то же самое можете готовую работу сохранить к себе на компьютер и скачать ее и публиковать анимированные картинки создаются не открывается последняя ссылка она вот на фейсбук ведет должна открываться ну если не откроется то она есть в презентации с презентации должно точно открыться там картинка анимирована вот эти две совы они катаются на этой вот качельке и написано с первым днем осени вот так выглядит это право взят просто готовый шаблон из крыла я просто добавила свой текст попробовала как это выглядит там много разных таких анимированных персонажей можно что-то выбрать на свой вкус вот такой вот сервис крыла интересный ну и наконец еще такая возможность иногда в библиотеках создают разные такие интересные цитаты пишут красивые для читателей из разных книг есть специальные сервисы для красивого оформления таких высказываний вот самый простой называется квизио там даже регистрироваться не надо вы сразу открываете сервис вот такое окошечко появляется как на верхней картинке заносите туда нужный текст подписываете автора а дальше выбираете подложку из вариантов которые вам предложат после этого все это публикуете и сохраняйте себе на компьютер как картинку а потом уже можете в социальных сетях использовать другой вариант чуть посложнее пабло здесь подложек больше возможности больше можете редактировать цитату ее формат определять фильтры придумывать для картинки здесь в плане оформительства побольше возможностей принцип тот же самый регистрироваться не надо да можно скопировать и вставить в браузер ссылку тогда откроется точно спасибо и готовую картинку вы точно так же сохраняете себе на компьютер а дальше публикуете ее в социальных сетях если вам это нужно специально тоже регистрация здесь не нужна таким образом и в социальных сетях можно тоже очень красивые интересные публикации делать может быть и не текстовые но такие фото публикации это вот вкратце то о чем я вам планировала сегодня рассказать все сервисы большинство сервисов о которых я рассказывала к ним ко всем есть обучающие материалы вот они здесь собраны на последнем слайде если хотите скачайте презентацию все обучалки здесь доступны можете попробовать поэкспериментировать если какие то вопросы возникнут сейчас или потом позже пишите пожалуйста вот все мои контакты остались для вас если сейчас что то какие какой то вопрос возник пожалуйста в чате несколько минут подожду презентацию можно скачать в папке ресурсы она вот вверху у вас в окошке вебинарном должно быть с правой верхней стороны значок в изображением папки называется он если на него навести курсор должно отобразиться название ресурсы вот скрыть ресурсы или показать ресурсы там скачать презентацию если не открывается или не скачивается напишите мне на электронную почту я в течение дня или двух дней разошлю если вам эта информация будет полезной спасибо вам большое за то что вы пришли за то что внимательно слушали надеюсь вам было интересно жду вас уже на следующий вебинар в декабре месяце спасибо дорогие друзья давайте поблагодарим марину за замечательный вебинар как всегда замечательный вебинар вот вас я тоже благодарю за участие в вебинаре надеюсь вы от вебинара взяли все что хотели кто хотел скачать презентацию марина совершенно точно сказала что надо нажать на серую кнопочку с изображением папки наверху справа появится окно ресурсы и в этом окошке нажав на зеленую кнопочку рядом с названием презентации можно ее скачать ну что ж всем до свидания директ академия это вебинар каждый день поэтому приходите к нам каждый день ну или как сможете я надеюсь мы с вами встретимся на новых вебинарах директ академии всего хорошего до новых встреч